Как уже было сказано, приятно быть дома, приятно видеть дорогих людей, но я когда-то присягал и часто повторяю эту присягу в молитве, и вчера снова это побуждение было в моем сердце, я присягал и присягаю быть честным и быть очень откровенным, и потому и сегодня, стоя перед вами, перед совестью своей, перед Господом, хочу быть очень откровенным. А знаете, почему я это говорю? Потому что есть у меня внутри какой-то страх, братья и сестры, страх это чувство нехорошее, неприятное, и страх вообще он не от Бога, и любовь изгоняет страх, она вытесняет всякий страх. Мы понимаем, что есть еще страх Божий, но есть у меня внутри какое-то опасение, какой-то внутренний страх. Когда вот мы побыли на этих конференциях, и когда я вижу людей, вчера обратившихся к Богу, вчера уверовавших, вчера обратившихся от мертвых дел к служению Богу живому и истинному, и вижу их страсть, вижу их стремление, вижу их огонь, когда подбегает человек, взрослый, мужчина, целует руку, вырывает просто из толпы и слезы его просто капает на руку. Он какой-то католический ксенкс, и он просто говорит, эти проповеди перевернули мою жизнь. Когда просто на улице я встречаю двоих совершенно неизвестных женщин в возрасте 40-45 лет, которые говорят, мы прилетели из Турции просто на два дня побыть на этой конференции в Запорожье, потому что у нас нет церкви, мы собираемся маленькой группкой, мы перед телевизором просто плачем, каемся, Дух Святой что-то делает в нашей группе, мы русские люди, находящиеся иногда в презрении среди мусульманского окружения, мы живем этим словом, мы спасаемся, каются наши люди, когда подходят люди и свидетельствуют, что через одну передачу родственники обращаются к Богу и каются, и это в таком огромном количестве, это так искренне, так чисто, так ярко, люди берут, покупают билеты, люди просто жертвуют огромные деньги. Сколько раз в моем случае было, когда у человека не было что дать, люди просто часы снимали, цепочки отдавали, лишь бы как-то поддержать служение, лишь бы каким-то образом отблагодарить Господа за то, что Бог делает в их жизни, и знаешь, и когда я возвращаюсь, возвращаюсь в нашу среду, как уже сегодня Виктор говорил, мы верующие в третьем, четвертом поколении, и когда я смотрю честно на пессимизм многих людей, у меня закрадывается внутренний страх, просто страх, страх от того, что мы перестали обладать чувством реальности перед богатством этого духовного наследия, которое у нас есть, перед Словом Божьим. Мы многие почему-то привыкли к тому, к чему привыкать нельзя, к чему привыкать не разрешается, к чему привыкать невозможно. Мы не можем привыкать к тому вечному и бессмертному, что дал нам Бог. Мы не можем к этому привыкать, а значит, мы должны думать, чего ожидает от нас Бог. Как бы нам не оказаться в числе тех людей, дорогие мои, в числе тех людей, о которых сказано, что последние будут первыми, а первые станут последними. Как бы не оказаться в числе этих людей, о которых сказал Христос, что мытари и блудники идут в Царствие Божье вперед вас. Как бы не оказаться в числе тех людей, о которых Христос сказал, что они отвергли о себе волю Божию. Как бы не оказаться в числе тех людей, о которых сказано, что там будет плач и скрежет зубов, когда увидят других людей в Царстве Божьем о себя, изгоняемыми вон. Как бы не оказаться в числе этих людей, и это мое беспокойство, и это моя тревога о себе, о своих родственниках, это моя тревога о нас, людях, даже служителях, которые уже в церкви. И, казалось бы, уже ничего не угрожает нам потерять того положения, того статуса, который у нас есть. Но не так говорит Слово Божие. Не так. Слово Божие говорит, что как раз мы теряем нашу бдительность, когда мы впадаем в самоуверенность, когда это уже не вера и упование на Бога, когда мы нищие духом и нуждаемся в нем и протягиваем руку. Почему сказано в блаженствах, блаженны нищие духом, алчущие и жаждущие праведности, потому что они насытятся. И когда этой жажды нету, есть страх, есть страх пресыщения. Как Мария пела свой пророческий псалом, как Захария, Елизавета пели, что ты богатящихся отпустил нищим, а нищих исполнил благ. Я верю, что нищий духом человек, это человек зависимый от милости Божьего подаяния. Это человек, чей дух постоянно питается, и он зависимый от того, чтобы Бог какие-то крошечки поместил в этот дух. Человек привык себя питать из духовного стола, и он не может питаться уже ничем другим. Он присел на эту духовную пищу, когда Бог говорит в его дух. И если это потеряно, то что остается от нашей номинальности? Что остается от этой скорлупы? Что остается даже от нашего многословия в молитвах, когда нет внутреннего порыва, когда внутренний фитиль потушен, погас. В этом моя боязнь, и в этом я чувствую не просто мое человеческое беспокойство. Я чувствую в этом беспокойство Духа Святого, братья и сестры. Братья и сестры, я чувствую в этом тревогу и беспокойство самого Господа. Последние где-то 2-3 дня после того, как мы были в дороге и возвращались сюда, я просто переживаю вот это слово в моем сердце. Я еще даже его не читал у пророка Исаии, но оно звучало в моем сердце в самолете. Оно звучало 2-3 последних дня перед этой проповедью, и я его хочу прочитать. Это были несколько слов, несколько слов из книги пророка Исаии. Они были из 55 главы книги пророка Исаии, потому я могу сегодня уверенно сказать, что это слово «рэма». Рэма – слово для нашей церкви, для нашей ситуации, для нашего города в широком смысле этого слова. У меня звучали эти слова. «Земля, способная рождать». Способность рождать и произращать. Вот это слово почему-то остановилось в моем сердце, что Господь делает землю, способную рождать. И я остановился на этом слове. Что же это за способность рождать? Откуда она приходит? Что хотел сказать Дух Святой через пророка Исаию о способности рождать? Давайте прочтем полный текст и дальше прочтем из книги «Послание к евреям» и потом порассуждаем над тем, что Бог положил в мое сердце. Десятый стих 55 главы книги пророка Исаии. «Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее, способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершая то, для чего я послал его. Аминь». Можете сказать «аминь» на это слово? Здесь написано, что «как дождь и снег нисходит с неба». Бог сравнивает эти образы, этот образный язык использует для того, чтобы объяснить, что именно делает дождь и снег и для чего он посылается Богом с неба. Для того, чтобы землю напоить, для того, чтобы землю сделать способную рождать, чтобы земля стала плодородной. В земле Бог заложил способность к плодородию. Основное назначение земли – это плодородие. Это способность рождать. Земля, которая не рождает, она близка к проклятию, конец которого – сожжение. Бог справедливо ожидает от земли того, что она будет выполнять свою основную миссию. Она будет рождать. Она будет произращать то семя, которое туда посеет Бог. Какое семя Бог посеет, такой и вырастет злак. Бог выбирает семя. Семя бывает разное, пишет апостол Павел, пшеничное, другое какое. Бог выбирает семя. Мы предоставляем почву. Мы есть земля. Здесь важно отметить два этапа, о которых хотелось бы поговорить сегодня. Первый этап – это этап подготовки к земли, самой земли. Она, Бог ее взрыхлит, Бог ее напоит, Бог ее согреет теплом, Бог ее приготовит. Как мы, когда раньше жили на Украине, мы знаем, что такое украинский чернозем. Вся Европа знает, что такое украинский чернозем, плодородные земли. Адольф Гитлер ничего другого не вывозил в таком количестве из Украины, как землю. Как бы это ни казалось странным или парадоксальным, целые вагоны, поезда вывозили украинский чернозем в Европу. Что такое плодородная земля? Когда она вспахана, когда она дышит, когда она полна силы и способности принять семя. Земля, она жива. Она способна отдавать свои биологические элементы, чтобы оплодотворить зерно. Зерно вытягивает из земли силы. Почему Бог и сказал, каждый седьмой год в Израиле земле давать отдыхать. Она жива. В нее вложена способность к плодородию рождать. Мы сейчас будем говорить о наших душах, о нашей способности предоставить свое чрево, свою утробу для того, чтобы принимать слово от Бога. И что происходит с людьми, с человеком, который не предоставляет, своего сердца, своей почвы внутренней для работы Божьей. Мы об этом поговорим. Знаете, что я интересно еще заметил? Что когда Бог творил мир, Он все творил силою Своего Слова. Он просто повелевал. И мы иногда в нашем лукавстве, в нашей хитрости, в нашей лении точно так же говорим, если Господу угодно, Он это сделает. Но Бог так сотворил мир. Интересно, что все-все-все, если читать по порядку книгу Бытие, с первых стихов Он все творил Словом. Словом творил. Небеса разделял сушу от воды. Все творил до момента земли. Когда Он сотворил землю, то есть сушу, впервые мы читаем в первой книге Бытие, что Господь сказал земле. Господь уже не пользовался своей властью своего Слова, но Он обратился к земле. И вот что Он сказал. И сказал Бог, да, произрастит земля зелень. Он больше не повелевался, Он не обошел землю, Он уже создал землю со способностью произращать, производить самостоятельно. Потому Бог обратился к земле, да, произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле и стало так. 12 стих. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя, породу ее и дерево, приносящее плод, в котором семя его, породу его и увидел Бог, что это хорошо. То есть Господь уже создал землю со способностью рождать, со способностью производить. Потому впервые Творец не пользуется своей собственной властью, но Он обращается к земле, в котором заложена способность рождать, способность к плодородию. И повелевает земле произвести злак, произвести зелень, произвести сады, произвести леса. Весь растительный мир, это была команда данная земле, и в этом ответственность земли. И когда мы сейчас говорим о наших душах, и когда мы говорим о первом этапе, о подготовке нашей почвы и наших сердец, то второй этап предполагает, когда земля делается способную рождать и производить плод, произвращать злак, тогда Господь хочет поместить свое семя. Семя же есть Слово Божие. Восьмая глава Луки. Семя же есть Слово Божие. Бог помещает семя в человеческое сердце. Я обязательно сейчас расскажу, как это происходит, как это происходило у меня, как это происходит у всех людей. У всех людей одинаково. Просто есть та земля, которая не хочет исполнять своей основной функции – рождать. Имеешь ли ты способность рождать? Столько Господь трудился, посылал дождь и снег, чтобы подготовить твою почву и сделать тебя способным рождать? Мне хочется задать этот вопрос и не отступать от этого вопроса. Имеешь ли ты способность рождать? Принять другую жизнь внутрь себя, другую жизнь, другую жизнь и жить ради этой другой жизни, как мать живет ради плода, которые она носит, жить ради этой другой жизни. Бог, Он не захотел самостоятельно все делать, Он захотел все делать в сотрудничестве с человеком. Ни одна новая жизнь не появляется сама по себе. Даже деревья имеют мужскую и женскую особь. Даже деревья опыляются. Не говоря о животном, растительном мире, не говоря о человеке. Бог замыслил, чтобы мужское семя попадало в женскую циклетку, чтобы начиналась новая жизнь, созданная от союза, от объединения, от единства двоих личностей. Бог замыслил приготовить сердце человеческое, внутреннее человеческое, для того, чтобы человек захотел принять семя Божие и быть способным рождать и произращать. Послание к евреям, шестая глава. Очень аналогичный текст Писания, только в уже более строгой форме. Седьмой стих, шестой главы, послание к евреям. Земля, пившая многократно, сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых возделывается, такая земля получает благословение от Бога. А производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения. Разумеется, речь идет о людях. Разумеется, речь идет о нас с вами. Разумеется, речь идет о каждом верующем в Бога человеке. Итак, земля, пившая, многократно, сходящая на нее дождь, она должна произрастить злак. Она обязана произрастить злак, потому что на нее сходит дождь и делает ее способную рождать. для этого она возделывается. Посмотрите, сколько Господь трудится над нашими душами. Сколько Господь трудится над моей душой. Я часто говорю Богу в молитве, Боже мой, сколько Ты инвестировал в мою жизнь. Сколько Ты работаешь над моей душой, Господь. Сколько Ты инвестировал в мою жизнь. Как же не предоставить себя и свою способность рождать? Как же не принять твое семя? Как же это бессовестно? Как же в конце концов это безбожно? Как же это нагло? Как же это бесчестно? Имея эту способность, данную Богом, рождать, так и не предоставить своего сердца для того, чтобы принимать семя Божие. Как приятно наблюдать за людьми, которые вошли в труд. Как приятно видеть огонь этих людей, когда они горят для Бога. По-другому гореть невозможно. Земля по-любому, воспользовавшись Божьим дождем, что-то произрастит. По-любому эта почва будет что-то произращать. Потому если земля не хочет произращать Божий злак, она будет произращать волчцы и тернии. Потому что Бог над ней трудится, потому что Бог увлажняет ее, Бог ее благословляет. И ты смотришь этих наших благословенных братьев, сестер, которые весь свой потенциал, все ресурсы, которые дал им Бог, бросают полностью в интересах своей плоти, в интересах своих личных. Очень многие, очень многие, присытившись, просто произращают то, что никогда не напитает их душ, никогда не сделает их счастливыми и никогда они не смогут угодить Богу. Мы приходим в церковь и мы ждем, чтобы Дух Святой, простите за слово, пощекотал наши чувства, чтобы что-то пробило нас, прошибло нас слезу, на какие-то сентиментальности мы пытаемся что-то петь, но Бога не обманешь, Бог поругаем не бывает, такого просто не бывает, такого никогда не было, никогда такого не будет. Что человек сеет, то он будет сжать, потому Бог ожидает, чтобы наши сердца были способными принимать его семя. Он сам избирает, что посеет и какое дать задание человеку. Он сам, мы перед ним будем давать отчет, так написано, мы ему будем давать отчет, не надо давать отчет никому, ни мне, никому другому. Мы будем Богу давать отчет, исходя из того, какое именно семя он бросает в нашу жизнь и в наше сердце. Какие же ресурсы мы имеем, какими ресурсами Бог благословляет нас, людей. Есть основные ресурсы, которыми Бог благословляет людей, они у всех есть. Первый ресурс это время. Это дано всем в одинаковой мере. Время это огромная ценность. Один из философов древности сказал, что из трех основных вещей, которые невозможно вернуть, самое ценное это время. Время вернуть невозможно. Никогда. И это самый большой дар. Когда-то Алла Пугачева пела известные слова и песню, которая меня лично пробивала. Она пела «В мире все повторится, и дождь, и ветер, и листопад, к югу умчатся птицы, как много лет тому назад, снова день озарится счастливым светом влюбленных глаз в мире, все повторится, все повторится, но не для нас. Не для нас. Один раз мы в жизни любим, один раз Бог дает настоящую любовь, один раз мы имеем шанс исполнить волю Божию. Иногда по великой Божьей милости Бог эти шансы возвращает, как слепому Самсону отмстить за два глаза свои, которые он потерял. Но второе, что не возвращается, это утерянные возможности. Один раз нам дано, один раз мы живем молодость, один раз мы рождаем детей, мы по-разному проживаем жизнь. Все в мире будет повторяться, будут влюбляться люди, будут влюбляться наши дети, будут жениться, выходить замуж, но для нас это не повторится. Мы живем один раз. Этот день, это мгновение, это слово Божие, которое звучит сейчас в наши сердца, оно не повторится. Оно дается один раз и оно больше не повторится. Как мы относимся к мгновению, как пел другой человек или писал русский классик, между прошлым и будущим есть только миг, именно он называется жизнь. Вера Сергеевна Кушнир говорила, нет завтра, нет вчера, одним лишь только днем владеть нам суждено. Вот оно, настоящее, вот мы живем. Что мы делаем с нашим временем и с нашей возможностью? Как мы относимся к этому ценному Божьему дару? Предоставляем ли мы свою утробу для того, чтобы принять семя Божие? Мария сказала ангелу, как это будет? Я мужа не знаю, это невозможно родить. Правильно, это невозможно, Бог хочет положить в наше сердце, но наше сердце должно быть способным рождать, оно должно пожелать принять Божью жизнь. И я точно знаю, что такое, когда Бог посылает Слово, когда это Слово преследует тебя. И ты, конечно, можешь от этого Слова отказаться, ты, конечно, можешь заглушить этот голос, но тогда ты умираешь, тогда твоя внутренняя жизнь прекращается. Я сейчас прочту это в Слове Божьем, она прекращается, потому что жизнь заключена в послушании Духу Святому, в следовании за Духом Святым, потому что это очень важно, чрезвычайно важно следовать за Духом Святым. это самое важное в жизни предоставить себя, чтобы повиноваться Духу Святому. Знаешь, когда я смотрю и вспоминаю, когда мы только решились молиться и собирать средства на покупку здания нашего, на Хейзел, я вам скажу откровенно, о чем мне скрывать, я и тогда это говорил, еще раньше, в самый первый день, как мы делали сбор, я получил Слово от Бога, что это здание, мы могли в него въехать еще год назад, легко, легко. Возвращаясь к тому же самому Артуру Симоняну, когда он рассказывает, при такой экономике в Армении есть люди с горящим сердцем, которые принесли часть своего имения, богатые люди, мы говорим о сотнях тысячах долларов, люди просто принесли для Бога, без всякой расчетливости, принести и посеяли в Божье, в вечное, это и есть вера, что у нас есть расчетливость, расчетливость есть во всех смыслах. Не хочется повторять того, что я наслушался за этот год, самые разные версии от полного скептицизма, до того, что если это будут инвестиции, мы будем иметь в этом часть, мы можем вложить по-другому, кто будет заинтересован, кто на это пойдет, самые разные версии плотского ума, но что ж такое вера? Вера это вкладывать в Божье, вера это вкладывать в вечное, вера это вкладывать в бессмертное, в то, что будет жить, в то, что будет существовать после нас, когда мы уйдем, мы вкладываем в то, что будет работать, в то, что будет функционировать, то, что будет жить после нас, и будут наши дети развиваться. Это есть вера. Это есть вера. Библия ясно говорит, что мы пришли в мир не владеть миром, а пользоваться миром. И то, Библия говорит, пользующийся миром, как не пользующийся миром, потому что образ мира этого проходит. Где же вера? Где же вера? Вы знаете, вера такая серьезная деталь. Такая серьезная вещь. Она может быть только личной, когда мы общаемся с Господом. Только личной, когда мы читаем вот эту известную 25 главу Матфея, в которой повествуется о пяти глупых и пяти разумных девах, virgins, девицах, которые встречали жениха. Это в восточных традициях было, когда девушки провожали свою подругу замуж, они отдельно праздновали, мужчины праздновали жених со своими друзьями отдельно. и традиции были такими, и в какой-то мере они остаются до сегодня, что жених мог задержаться на сутки, на двое, на трое, потому что они должны были его ждать. Он прощался со своей холостяцкой жизнью, она прощалась со своей свободной жизнью, она выходила замуж, потому что это был отдельный пир. И они могли ожидать жениха в любое время. И Христос рассказывает в контексте тех традиций, рассказывает об этом, и говорит, что вот они собрались на такой пир, на такой праздник, была свадьба, и он говорит, из них было пять мудрых и пять неразумных. В чем же состояла мудрость мудрых, и в чем состояла глупость неразумных? «Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собою масла». Как же это можно было так сделать? Как же не понять, что огонь напрямую зависит от масла? Как же сегодня этого не понять, что огонь, огонь, который мы пламенеем, который мы горим, он напрямую зависит от масла? Что толку от светильников? Что толку от христианской жизни? Что толку от посещения служений? Что толку, что я в третьем поколении верующий? Вообще, что толку, если душа не горит? Я задаю себе вопрос, горит ли твоя душа, Александр? Горит ли она? Потому что именно этот внутренний огонь Бог хочет видеть, когда он придет, когда будет второе пришествие. Он хочет видеть, горит ли мой дух, пламенеет ли мой дух для Бога, находится ли мой дух в состоянии горения, огня, влюбленности, той страстной, той первой любви, где нет расчетливости, где разум позади, а вера и любовь впереди, где Дух Божий имеет больше власти, чем наша расчетливость и наш плотской разум, есть ли то состояние в моем духе? Готов ли я по-прежнему на подвиги ради Христа? Готов ли я на вот эту безуминку ради Христа? Готов ли я выйти из лодки, когда в этом нет логики? Готов ли я? Готов ли ты? Готов ли ты? Не важно. Вообще ничего не важно. Важно одно. Горит ли твой внутренний светильник? Горит ли он? Если да, тогда позаботься о том, чтобы у тебя было достаточно масла, чтобы это горение постоянно поддерживалось, потому что глупость этих женщин состояла еще и в том, что они думали, что могут поделиться с ними разумные. Они обратились к другим, своим подругам и сказали, дайте нам вашего масла. Они сказали нет, чтобы не оказалось недостатка ни у вас, ни у нас. Идите к продающим. Идите к продающим. Все масло у продающих. Идите к продающим. Идите к продающим. Это общение с Духом Святым. Идите к продающим. Ни конференции, ни проповеди, ни моя проповедь, она ничего не изменит. Я давно перестал жить в этих иллюзиях. Это может пощекотать чувства, это может несколько капель капнуть в твой светильник. Это может дать тебе дерзновение, ну до завтра, просто ты будешь жить впечатлением какой-то проповеди. Но это все не то. Все это не то, братья и сестры. Есть продающий масло, есть тот, у которого все масло, есть тот, с которым надо проводить время, где генерируется твоя внутренняя энергия, где появляется вера, где ты горишь. Почему ты горишь? Потому что общаясь с ним, он посевает в тебе семя, он дает тебе слово. И это слово, оно начинает в тебе жить. Почему Библия говорит, что все, что не по вере, грех. Ты знаешь, сколько вещей в нашей христианской традиционной жизни не по вере происходит. Масса вещей делают люди не по вере. Все, что машинально делают люди, это не по вере. Молитвы машинальные, это не по вере, это грех, это мерзость перед Богом. Он сказал, закрывайте двери, хватит петь, хватит молиться, потому что это не по вере, потому что это не в ответ на огонь Святого Духа, потому что это не изошло от Духа Святого. Сколько многословия, пустословия в нас, даже на этом месте. Масса, потому что это не по вере. И все, что не по вере, есть грех. Почему египтяне пошли за евреями через море? Евреи, написано, верою перешли Красное море, на что покусившись египтяне. Кто мне скажет, что с ними сделали? Кто? Что? Что? Скажите. Потонули, потонули, но они же пошли за людьми веры. Они же пошли путем веры, они же видели, как евреи идут, но евреи шли верою, а египтяне покусились. Потому что всякий человек, который идет без личной веры, без личного свидетельства, без личного водительства в своей жизни, он идет впустую, он потонет, он потонет. Welcome to reality. Он потонет. Подуют ветры, налягут на наши строения, они не устоят. Удержится та жизнь, которая имеет много масла. Удержится тот светильник, который проводит время у продающего масла. Удержится та жизнь, которая предоставила свою утробу для того, чтобы принять семя Божие, чтобы повиноваться Духу Святому. Та жизнь удержится. Но тот, кто производит терния и волчцы, тот, который всю Божью благодать пустил в то, чтобы производить свои личные интересы, такие люди, близки к проклятию, конец которых сожжение. Так говорит Слово Божие. Не обольщайтесь, ничего нам не поможет. Ничего. Мы должны срочно позаботиться о том, чтобы быть плодородными. Срочно, в срочном порядке, в обязательном порядке. Человек должен войти в служение. Человек должен приносить плод. Человек должен проводить время с Богом, чтобы Бог говорил его личную жизнь, что от него ожидается, что от него требуется. И поступать по вере в ответ на то, к чему призывает нас Господь. Это очень важно. Это между тобою и Богом. Это никто тебе сделать не сможет. Никто тебе не поможет. Я уже сказал, что эти подруги не могли дать масла. Они сказали, будет недостаток и у нас, и у вас. Идите к продающим. Такое ясное послание, такое простое послание. Поменяй свой график. Поменяй свои приоритеты. Поменяй вот эти все вложения, инвестиции. У тебя есть ресурс. Ищи, ищи волю Божью там, где есть твои желания, три составляющих должно пересечься. Запомни это. Запиши на скрижалях своего сердца то, что я сейчас скажу. Это последнее. Три составляющих должны в тебе пересечься. Первое – это желание. Бог производит желание по своему благоволению. То есть, соответственно, своей воле Бог производит желание. Главное – открыть свое сердце. Главное – сказать, Господи, что бы ты во мне не произвел, я выполню. Помоги мне это выполнить. Бог производит хотение. Второе – это нужды общества. Нужды людей, которые живут вокруг нас. Их много. Много депрессии, много унижения, много нищеты, много распадается семей, много обиженных детей. Очень много нужд. Это нужды. И Бог хочет эти нужды людей восполнять. И третье – это ресурсы. Ресурсы, которые Бог дает для восполнения этих нужд. У кого-то больше финансов, у кого-то меньше. Но даже бедный сапожник, эту постановку, старую классическую английскую сказку, которую мы все хорошо знаем, даже этот бедный сапожник, у которого ничего нет и ничего не было, мог приютить сироту. Даже у этого бедного старика нашлись те люди, которым он мог помочь. У любого из нас есть ресурсы и возможности помочь в чьей-то нужде. У любого, у каждого из нас, у каждого есть время, у каждого есть сердце, у каждого есть сострадание, у каждого есть. Потому ищи себя там. Не надо мечтать о каком-то странном служении. Если бы у меня было сто тысяч долларов, я бы начал служение, чепуха все это выбросит. Бог дает ресурсы, Бог дает желания, и Бог показывает нужду, где ты можешь реально ее восполнять. Потому я хочу, чтобы мы все понимали, что Господь грядет, жених возвращается, очень скоро в полночь раздастся крик, жених идет. А мы должны свое сердце проверить, горит ли оно. Знаешь, что такое горящее сердце? Я заканчиваю. Горящее сердце, оно не рассуждает. Оно все свои ресурсы, все свои планы, все свои мечты бросает в волю Божию. Все, без разбора. Человек просто, посвященный делу Божьему, он просто идет на пролом, он идет, чтобы угодить Господу, он идет, чтобы угодить хозяину. О чем твои мечты, о чем твои планы? Мы же уже сказали, что это потрясающий ресурс время. Сколько молодых людей проводят у интернета времени, на фейсбуках. Такую ерунду пишут люди, такой глупостью занимаются в то время, как у нас есть прекрасное время. Пред Богом данный ресурс, чтобы организоваться в служении, чтобы поехать куда-то, чтобы вложить себя, в город выйти, молиться, ходатайствовать, организоваться в группы. Загорись огнем Божьим, я тебя умоляю. Загорись огнем Божьим, пересмотри свою жизнь. То, что мы делаем, эти все тернии и волчцы, они нас не накормят. Это пустое. Когда Бог проклял землю за Адама, Он сказал, проклята земля за тебя, она произрастит, тернии и волчцы. Она уже больше будет неспособной рождать. А ты будешь питаться травою полевою. Ты будешь в поте лица обрабатывать эту землю, потому что она проклята. Она обречена производить тернии и волчцы. Многие люди так и не поняли, что они прокляты в том, что они просто работают на тернии и волчцы. У них никогда не появляется желание выйти из лодки, выйти за борт, выйти во имя Иисуса, рискнуть, рискнуть по вере ходить, рискнуть питаться верою. Одна расчетливость, одна логика. И при этом мы думаем, что мы христиане. Где же вера? Где же вера? Надо проводить время с Господом. Почему Иоанн Креститель сказал, уже секира лежит при корне деревь, и будет всякое дерево, не приносящее плода доброго, его срубают и бросят в огонь. И я вам хочу сказать, что таких претензий нет к диким деревьям. Есть дикие деревья. Никто никогда не ставит претензий к елке, к пальмам там. Никто не ставит претензий к дубу или к тополю. Где твои яблоки, где твои сливы? Есть дикие деревья. Бог у них не спрашивает. Это дикие деревья, это лес. Но есть сад. И если мы верим, что мы сад Божий, если мы верим, что мы деревья фруктовые, плодоносные, почему такие претензии к этим ветвям? Почему такие претензии к смоковнице? Я окопаю ее, я обложу ее навозом, я буду за ней ухаживать. Если не принесет плода, сруби ее. Зачем она место занимает в моем саду? Я однажды лежал у себя в комнате на кровати и услышал эти слова. Зачем она место занимает? Зачем она занимает место? Сруби ее. Понимаешь, кто это говорит? Это говорит сам хозяин. Говорит сам садовник. Сруби ее. Садовник говорит, что давай я еще поработаю. А хозяин говорит, сруби ее. Она место занимает. А садовник, это Иисус, он говорит, ну разреши мне еще, разреши мне еще поработать. Разреши мне. Если не принесет плода, срубишь ее. земля способная рождать. Способная рождать. Давайте все закроем глаза. Земля способная рождать. земля способная рождать. Как прекрасно смотреть на того человека, который предоставил себя Господу. Отдался во власть Духа Святого, который горит. О, блажен ты человек, который горишь. Блажен ты. Блажен ты всякий, который горишь. Горишь ли ты огнем Божьим? Ответь это сам себе, очень просто. Горишь ли ты огнем Божьим? Захватило ли тебя дело Божье служение? Горю ли я огнем Божьим? Готов ли я на все, ради того, чтобы угодить Ему, исполнить волю Его? Господь Иисус, Ты видишь наши сердца. Ты видишь сейчас каждого, каждого человека. Господь Иисус, какое богатство, какие ресурсы Ты дал нам. Иисус, я благодарю Тебя за тех, которые, приняв из рук Твоих, вернули Тебе. Я благодарю Тебя за тех, которые живут для Тебя и для Царства Твоего, для воли Твоей. Я благодарю Тебя за тех, которые пошли за Тобой. Я благодарю Тебя за тех молодых людей, которые горят для Тебя. Я благодарю Тебя за мою молодость, которую Ты однажды зажег в 16 лет. Я благодарю Тебя, что Твой огонь, Твой огонь остается в моей душе. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Я благодарю Тебя, что сегодня Ты, Отец, снова говорил в наши сердца. Я верю, Дух Святой, что Ты проникаешь. Ты прямо сейчас проникаешь. Приломи, Господи, приломи те сердца, которым Ты послал это Слово. Приломи, Боже, приломи, чтобы это зернышко положить глубоко. Приломи, Господь, чтобы они не убежали от этого Слова, потому что Ты обращаешься к нам сегодня. Боже, Ты знаешь нас. Ты знаешь, кто мы. Ты знаешь, что мы делаем для Тебя. Ты знаешь ситуации, в которых мы живем. Ты знаешь наши пристрастия, наши интересы. Ты знаешь, в чем мы остыли и отошли от Тебя, Господи. Пробуди в нас огонь. Пробуди в нас желание. Пробуди в нас, Боже, чтобы масло было в наших сосудах. Я прошу Тебя, чтобы была страсть по Тебе. Чтобы была снова та первая любовь. Чтобы снова был огонь внутри. Чтобы была решительность ради Тебя на все. Чтобы было безумие ради Христа. Я молюсь, Господи, чтобы пришло безумие ради Христа. Безумие ради Христа. Когда мы готовы, Боже, ради Тебя на все. Когда мы не боимся мнений людей. Когда мы не боимся, что о нас подумают, что говорят. Господь, я просто благословляю во имя Твое стоять в вере всякого человека. Иисус, верни нас в ту комнату. Верни нас к продающему маслу. Верни нас к продающему маслу, пока не поздно. Возврати нас к продающему маслу. Господь, чтобы мы могли иметь этого масла достаточно. Чтобы когда в полность раздастся крик. Господи, чтобы мы могли поправить наши светильники. Чтобы мы были мудрыми. Господь, чтобы мы вместе со светильниками взяли еще масло в наших сосудах. Господь, помоги нам. Если нет никого, кто может перевести этот язык, то он должен сохранять на собрании в церкви молчание и должен говорить лишь себе и Богу. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. К взаимному назиданию. К взаимному назиданию. Давайте искать этого. Если мы хотим только непосредственно назидаться от Бога, нам не обязательно приходить в собрание. Тем и уникально наше собрание, что мы ищем взаимного назидания. Вы прослушали фрагмент из курса «Церковь и ее устройство». Приглашаем вас пройти онлайн-обучение вместе с другими студентами на платформе forspirit.org. Набор в группу уже открыт. Не пропустите этой возможности. Продолжение следует...